Привет, меня зовут Лена, за камерой сидит Саша, и это канал Чужаки. Полгода назад мы переехали из России в Польшу, и теперь здесь рассказываем обо всем, что поможет русскоговорящим людям и полякам немного лучше друг друга понять. В этом выпуске мы хотели рассказать вам о самых забавных и странных польских словах, которые для русского могут на слух показаться чем-то совсем не тем, чем они являются. Поэтому мы решили составить такие топ самых странных, забавных и, может быть, необычных польских слов, с которыми вы можете встретиться и попасть в глупую ситуацию, или, может быть, вам просто покажется это интересным. Поэтому поехали! Небольшой исторический факт перед тем, как мы начнем. Нужно понимать, да, что если вы, допустим, интересуетесь польским языком или изучаете там польский язык, нужно понимать, что русский и польский язык — это вообще славянские языки. Русский язык — это восточнославянский язык, польский — это западнославянский язык, есть еще и южнославянские языки, и у всех у них есть общий предок. это либо какой-то прото или древнеславянский язык либо там по другим текорием это про балтославянский или прото балтославянский язык который собственно привел к тому вот эта общая история привела к тому что у этих языков есть общий предок из которого вытекается это забавная разница или похожесть в этих языках первая рубрика это такие забавные польские слова которые у русскоговорящего человека должны вызвать наверное такое смущение и вообще непонимание чего и больше на такую забавную реакцию того что он их слышит и первое слово с которого хотелось бы начать это слово пукать пукать на самом деле переводится не так как вы могли бы подумать пукать переводится как стучать и как мы говорим например тук-тук они говорят пук-пук в общем если вы такие же юмористы как вы то вам наверное очень понравилось это слово когда мы были несколько лет назад в польше мы даже купили себе такой знаете вешалку на дверь где написано прошу просим стучать перед тем как войти по-польски это было написано прошу пукать мы очень смеялись что купили себе такую табличку и мы настолько забавные люди что повесили ее на дверь туалет и что интересно если уходить в этимологию этого слова слова пукать то она еще когда-то там давно сначала как бы стрелять и ну с одной стороны как бы пукать это тоже немножко стрелять только стрелять как бы немножко другими вещами и еще классная вещь это то что у них есть слова ту пач или туп ночь если я правильно произношу это ну некое такое слово типа топтать ногами то есть у нас этот топтать то есть тут начала то же самое что топтать именно вот когда стучишь ногами это прикольно еще одно забавное слово из рубрики какашечного юмора это слово запора созвучно со словом запор русским то есть это вот такая болезнь до кишечного тракта и запора по-польски это переводится как препятствие то есть и запора водно это допустим мы плотина там запора какая-то может быть еще там допустим преграда перед военными да то есть перед какой-то идущий армии так далее и это очень забавное такое совпадение до что бы запор в русском языке это именно запор как бы с тем что ну ты не можешь нормально скрыть туалет то есть если ты придешь к врачу и скажешь у меня запора у меня запор это будет достаточно забавно звучать если брать запор как болезнь то у них это слово за парче если я правильно произношу то есть похоже на русское слово за пара поэтому как бы общаясь вот ком-то наверно ком сленге и наверное с польским к польскоговорящими людьми можно реально попасть какие-то очень странные ситуации третье слово которое можно было бы перепутать и использовать неправильно или подумать что-то другое так вот если вас польше вам сказали что вы болван то они имели ввиду что вы снеговик точнее по-польски она правильно проносится бауан похоже на русское слово болван вообще очень странно как так получилось что у нас болван это прям такое откровенное слово с негативным оттенком да там чего-нибудь типа глупый или там дурак и так далее а здесь болван это значит снеговик то есть фигура сделана вот и снег и я попытался найти в польских словарях этимологию и в русских словарях в том числе и это все уходит какие-то вот такие тюркские то есть такое-то ктюрское слово заимствовано из тюркского языка и вроде как это означало что-то наподобие типа каменных каких-то фигур или есть еще предположение что это некие какие-то типа вот уходят в перский куда-то или язык или персидский что-то значит что-то типа как бы герой или какой-то подвоем или что-то такое так что здесь это совсем не другое значение и как ни странно в польше намного меньше болванов чем россии потому что здесь мало снега парам парам пам ну и самое распространенное слово которое забавляет многих людей она в принципе разошлось уже даже об этом знать не только те кто были в польше это слово урода здесь везде на углах весят вешалки салон урода то есть салон красоты то у них салон уроды но об этом ничего нет странного потому что урода у них происходит от слова уродиться так бы с чем-то родился ура урожденный с вот этим рожденный там с каким-то там чертами лица фигуры и так далее по сути логичное значение просто у нас достаточно забавная ассоциация происходит с этим словом еще одно забавное польское слово это слово пацан которая в русском языке имеет ну понятно достаточно оттенок дает что пацан это типа ну парень какой-то типа нам пацан или не пацан обычно а в польском языке слова пацан означает глупый на самом деле польский язык заимствовал а слово пацан из русского языка и как бы использует его вот в такой почему-то коннотации на кость более негативных как бы глупая в русском языке слова пацан кстати я так и не понял откуда оно взялось то есть если вы знаете напишите в комментариях потому что не очень понятно откуда вообще слово взялось пацан там есть уровень у него какие-то украинские корни но я так до сих пор и не понял а пацан в нашем значении здесь по поиске это будет хлопок не как хлопок смысле хлопок а хлопок смысле от слова хлопец еще одна забавная часть слов это часть слов связанная с мебелью и здесь тоже достаточно взрывомозгно все потому что первый допустим слово которое тебя очень сразу начинает напрягать от слова два диван то есть в русском языке или диван это ну то место где ты можешь посидеть на этом перед телевизором стоит диван а в польском языке диван это значит ковер тут тоже достаточно все сложно когда ты пытаешься найти в комнате как бы диван тебе как бы покажет но вон у нас перед дверью лежит как бы диван может там ботинки свои оставить и кстати что интересно вообще слова дивана но взялась откуда там из тоже из турских кажется языков или с каких-то других таких языков и это вообще означало какая-то возвышенность как покрыта ковриками где можно было типа как бы я понимаю посидеть и то есть в польском языке это взяли как бы ну покрыта ковриками начнется будет ковер а в русском языке она если там можно сидеть значит это будет место где можно сидеть это типа а почему как но в общем это так еще одно забавное слово которое тоже иногда тебя просто взрываете мозг это слово стул ну что слово стул польском языке от стол то есть вот этот стол а собственно вот этот стул это слово кресло которое типа кресло и как бы ты такой тебе когда предлагаю сесть за стул такой куда сесть за стул стул толстал короче это все очень просто взрывает мозг еще на забавное слово которое связано с мебелью это слово гарнитур но это в русском языке гарнитур это то что там на кухне вы ставите чтобы у вас там красиво было в польском языке гарнитур это мужской костюм или какой-то набор вещей собраны вместе из чего собственно логично что в русском языке это уже получилось как ну набор мебели собраны вместе здесь вообще гарнитур это французское слово действительно Обозначающий некий набор чего-то Но вот в польском языке это набор вещей Именно там мужской костюм, это гарнитур А в русском языке гарнитура Это собственно кухонный гарнитур Типа, чё? Почему? Никто не знает Ну хотя, наверное, знают ученые Но для нас это вот так Еще одно забавное слово, которое тоже взрывает мозги Когда ты с кем-то договариваешься о встрече Это слово «ютро» Ютро, созвученное со словом «утро» В польском обозначает слово «завтра» И когда тебе часто там по телефону говорят Давайте встречимся с вами там утром Ты думаешь так, утром во сколько утром? А хотя, блин, это на самом деле Обозначает просто завтра И тебе предлагают, ну, выбрать время самому А, кстати, утро по-польски Это рано Утро, завтра, рано, утро А! В общем, следующий блог Который, на самом деле, до сих пор нас путает этот блок Продукты Потому что часто они звучат абсолютно так же, как в русском Но имеют совершенно другое значение Например, как вы думаете, что по-польски значит слово «дыня»? Нет, это не «дыня» Дыня здесь – это тыква А именно фрукт «дыня» по-польски – это мелон Но при этом в польском еще есть слово «тыква» Которое обозначает какой-то другой вид тыкв Который, кажется, даже не едят Что интересно, у слова «дыня» очень интересная этимология Потому что вроде как слово «дыня» Ну, у славян, естественно, не было «дыня» Она не росла там на территории России, Польши и Чехии Она тут не росла И это слово было заимствовано из балканских языков В славянский А в балканских языках оно было заимствовано, кажется, вообще откуда-то еще южнее И вроде как есть какое-то некое слово «кедыня» или «кдула» Которое вообще там пришло от слова «кедония» А «кедония» – это некая область на Кипре Ну, какая-то вот территория Откуда, собственно, есть еще Кажется, на балканский полуостров привозились яблоки И, собственно, просто как-то так все это эволюционировало в языках Что, типа, слово «тыква» Слово «дыня» Оно как бы стало вот от этого области называться То есть оно там эволюционировало от «кедула», «кедона», «кдыня» Потому что «к» просто убралось И так получилось В общем, это какой-то, в общем, ну, вы поняли, да, как это? Это сложно Да, польский язык – это сложно Следующая самая странная вещь для меня вообще в польском языке Как вы думаете, как на польском слово «фрукты»? Так вот, фрукты здесь – это овоцы И я до сих пор, когда, знаете, вот на этом экранчике выбираю Огурец – это овощи или фрукты Я путаюсь Потому что овоцы – это фрукты А овощи, которые наши овощи, у них – это вожовы Вожива Вожава Вожива Простите, я еще очень плохо знаю польский И тут, на самом деле, очень странная вообще вся эта этимология Потому что слово «овоцы» вообще на каких-то там древнеславянских языках Это означает «плод» Ну, то есть то, что растет как бы на деревьях, да, там на каких-то Ну, то, что у нас обычно ассоциируется с фруктами Это, собственно, ну, вот плоды, которые там висят на фруктовых деревьях Типа, они поэтому овоцы, потому что овоцы – это как бы плод А вожива – тут очень странный корень Все овощи перед употреблением, да, вроде как нужно сварить Ну, не все, но образно И поэтому их сварят И поэтому это как бы вожива – это как варива И типа вот это слово «вожива» есть овощи Если вы хотите выпить кофе со сливками И будете ходить по магазину и искать сливки То вы их не найдете, потому что нигде не написано слово «сливки» Сливки здесь – это сметанка А «шметанка» в русском языке как бы это слово «сметана», да, то есть созвучие И тут дело в том, что вообще слово «шметать» там на древнеславянских языках Вот так «шметать» – это значит «собирать» И «шметать» как бы сверху с молока И сверху с молока мы обычно что с «шметаем»? Мы сметаем сливки, которые наверху молока И поэтому, собственно, это и слово «шметанка» в польском языке «шметанка» – сливки А в русском языке сливки появились, не понять откуда-то Потому что я не нашел этимологию этого слова Но слово «шметана» – это уже что-то другое Что-то нам уже там перебивается, как мне кажется, да, там Молоко взбивается и так далее, и так далее В общем, это очень странно Еще к таким словам, хоть это не продукты, но которые имеют абсолютно противоположное значение Я бы добавила слово Простите, я прочитаю Запомнить Запомнить – это не запомнить Запомнить – это, наоборот, забыть А запомнить по-польски – это звучит, как у нас запоментать То есть, как, знаете, запамятовать То есть, они как будто, знаете, и вот просто взяли так И вот поменяли местами слова Еще одна часть забавных польских слов Это слова, связанные, можно сказать, с такой научной частью И первое слово, которое меня очень забавляет Это слово «просто падлы» Не «просто падлы», а «просто падлы» И «просто падлы» – это значит перпендикулярный То есть, просто это прямо Падлы – это падает Падает прямо В итоге, собственно, перпендикулярный Все логично, все понятно Геометрия, как бы, ну, она просто в словах зашифрована Еще одно слово, которое тоже достаточно прикольно звучит Это слово «тлен» Слово «тлен» – это значит кислород То есть, это прямо вот химический элемент кислород И, то есть, мы с вами, грубо говоря, все дышим тленом Вот эти, черно-белая, когда такая надвигается на тебя Вон вот этот тлен И, кстати, что нужно понимать, это вообще слово «неологизм» То есть, его ввел польский ученый И это, собственно, взял-то слово, ну, грубо говоря Если сравнить с русским, это слово «тлеть» Это то, что якобы вот гниет То есть, то, что подвергается воздействию атмосферных условий И, как бы, собственно, начинает как-то разлагаться То есть, от этого излазято слово «тлен» То есть, то, что подвержено тлению То есть, по такому гниению Еще одно забавное слово из разряда науки Это слово «вэнгел» «Вэнгель» — это значит углерод Это настолько странная этимология у этого слова Что «вэнгель» имеет где-то там в древности Как бы этимологию слова «энгел» Что, как бы, по-английски типа «угол» А как бы углерод, уголь, как бы Ну, это мы пока оставим Но, в общем, вот этот «энгел» И как бы оно, как бы, там есть еще какие-то там преобразования Что это, как бы, вот камень, ну, камень, он же острый, да У него есть, типа, разные углы, как бы, он с углами И, как бы, уголь, он тоже, как бы, острый Ну, его когда там, вот уголь, который черный, да То есть, его, как бы, колешь, он тоже, там, с углами черный Он, типа, и поэтому вот этот «вэнгель», как бы, от этих «энгел» Это, как бы, получилось углерод Который в русском языке имеет значение слова Ну, которого русского слова «уголь» Который, наверное Кстати, интересно, откуда взялось слово «уголь» Может быть, оно тоже с этим связано Это все слова, которые мы хотели рассказать Я надеюсь, что у нас получилось что-то объяснить Откуда взялись какие-то слова Откуда они появились Если я что-то напутал Или Лена что-то напутала Пишите, что было здесь неправильно Что, может быть, было правильно Но это очень классно Потому что это позволяет тебе понимать Как бы, язык — это не про слова Язык — это про смыслы И это очень забавно, замечать вот такие вещи И это очень интересно Поэтому спасибо вам большое, что досмотрели Лайк, подписка, комментарий Это будет очень здорово Все, спасибо, пока